СМОЛЕНСКАЯ АЭС На Смоленской АЭС в работе второй и третьей энергоблоки. Общая мощность составляет 2040 МВт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер один с 21 августа находится в плановом текущем ремонте. За шесть дней сентября энергоблоками Смоленской АЭС выработано 242 миллиона киловатт-часов. С начала года выработка составила более 14,6 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана 680 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Система экологического менеджмента Смоленской АЭС соответствует требованиям национального стандарта. Такой вывод сделали эксперты Ассоциации «Русский регистр» по итогам ресертификационного аудита. Они рекомендовали выдать атомной станции сертификат соответствия сроком на три года. Сертификат соответствия подтверждает высокий уровень экологических показателей предприятия. Неукоснительное следование законодательным требованиям, рациональный подход к потреблению ресурсов, сырья и материалов, эффективное обращение с отходами и отсутствие рисков возникновения внештатных ситуаций. Я регулярно приезжаю на вашу станцию с 2012 года. Поэтому я могу сказать, что станция постоянно развивается в области экологической безопасности. Постоянно есть мероприятия, которые позволяют говорить о том, что постоянное улучшение этого требования стандарта есть и станция не останавливается на достигнутых результатах. В ходе проверки аудиторы провели анализ функционирования системы экологического менеджмента. Изучили документацию, провели обходы производственных площадок, проверили знания персонала в области экологической политики. Особое внимание уделили лидерству высшего руководства в области охраны окружающей среды, а также практике проведения внутренних аудитов. На Смоленской АЭС действует системный подход к сохранению окружающей среды. Он подразумевает полную подотчетность и открытость показателей природоохранной деятельности. В регионе расположения АЭС ведется постоянный мониторинг экологической и радиационной обстановки, с которой можно ознакомиться на сайте russianatom.ru. Ежегодно направляются значительные финансовые средства на реализацию природоохранных мероприятий. Большое внимание уделяется развитию экологической культуры среди жителей. Проводятся акции по очистке городских территорий и берегов водоема-охладителя. Десногорцы смогли принять участие во всероссийской акции «Бегущая книга» благодаря поддержке Смоленской АЭС и администрации города. В этом году акция посвящена теме Олимпийских игр. «Основателем данной акции» выступил Росатом. То есть мы можем производить не только электроэнергию, мы можем не только производить какие-то действительно важные продукты для страны, например, как атомная станция наша сейчас производит не только электроэнергию, вы об этом знаете, но и Кобаль. Но и еще уделяет очень большое внимание вопросам, связанные с воспитанием людей, с культурой. «Бегущая книга» объединила людей разных сфер деятельности и поколений. Сотрудников библиотеки, активистов организации молодых атомщиков, ветеранов Смоленской АЭС, работников предприятий и организаций города, ребят школьного возраста. Вместе они совершили пробежку по центральным улицам Десногорска, останавливались возле знаковых мест и задавали прохожим вопросы об истории олимпийского движения и разных видах спорта, и знаменитых спортсменах. В награду за правильный ответ респонденты получали от книгобежцев интересную книгу и сувенирную продукцию от атомщиков. Четвертый год подряд День знаний у нас происходит спортивно. Наши книги начинают бегать по городу вместе с вами с авантюрами. И что особенно радует, что наш город, который по праву считается высокоинтеллектуальным городом Смоленской области, показывает хорошие результаты в ответе на те вопросы, которые вы задаете, и наши жители с огромным удовольствием участвуют в этом марафоне, отвечают на вопросы, получают книги, читают и продолжают участвовать в следующих годах. Главная идея проекта «Бегущая книга» – напомнить людям, что Россия – одна из самых читающих стран мира. Показать, что библиотека в современных реалиях не потеряла своей актуальности. Это креативное пространство, место для познавательного досуга, один из центров культурной жизни на карте города. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.